Господи, благослови! Господи, благослови! Мы начнем с Евангелия Таана в предисловии. Хочу немножко почитать. Во имя Царства, на Святаго Духа, Аминь. Сила Духа Святаго, как написано в 2 Коринфянам 12,9, и как верует, совершается в немощи. В немощи не тела только, но и разума, и красноречия. И это видно как из многого другого, так особенно с того, что благодать показала на великом богословии и братьях Христова. Отец у него был рыболов, сам Иоанн занимался тем же промыслом, каким и отец. Он не только не получил греческого и иудейского образования, но и вовсе не был учен. Как замечает о нем божественный апостол Лука в Деяниях 4 глава 13 стих. Да и отечество его самое бедное и незнатное, как местечко, в котором занимается рыбной ловлью, а не науками. Его произвела на свет Лицаида. Однако же смотри, какого духа получил этот не ученый, незнатый, ни в каком отношении незамечательный. Он разгремел о том, чему не учил нас никто из прочих евангелитов. Так как они благодетствуют о воплощении Христова, а о предвечном его бытие не сказали ничего довольно ясного и наглядного, то угрожала опасность, что люди, привязанные к земному, не могущие помыслить ни о чем высоком, подумают, что Христос тогда лишь начал свое бытие, когда родился от Марии, а не родился от Отца, с большой буквы, прежде веков. В таком заблуждении, как известно, спал самосадский Павел. Посему великий Иоанн развещает о горнем рождении, не преминув, впрочем, упомянуть и о воплощении слова в нашу букву. Ибо говорит, в кавычке, и слово стало плотью. В кавычке закрыто. 1.4. Иные говорят, что православные просили его написать о горнем рождении, так как в то время появились еретики, учившие, что Иисус был простой человек. Говорят также, что святой Иоанн, то есть Иоанн Богословный, 1 из 12 учеников Иисуса Христа, прочитав Писание прочих евангелистов, потерял с истинностью их повествование обо всем и признал их здравомысленными и не сказавшим ничего в угоду апостолов. Впрочем, о чем они неясно сказали или совершенно умолчали, то он распространил, уяснил и прибавил в своем Евангелии, которое написал в то время, как находился в сточении на острове Патмосе. Спустя 32 года по вознесению Христовым, Иоанн был любимым Господом, более всех учеников за его простоту, кротость, добродушие и чистоту сердца или детства. Вследствие такого дарования ему вверено богословие, то есть наслаждение таинствами для многих незримыми, ибо, в кавычке, блаженно чистый сердцем, ибо они Бога узырят. Макфея 5, 8. Иоанн был и сродни Господа. А как? Слушай, Иосиф, обручник Пречистой Богородицы, имела первой жены семерых детей, четырех мужского пола и трех женского пола, Макфу, Есфирь и Соломию. Сей-то Соломии, Иоанн был сын, то есть Иоанн господь. Таким образом, оказывается, что Господь был ему дядя. Так как Иосиф отец Господу, а Соломия, дочь этого Иосифа, то есть обручника, то Соломия приходится сеструю Господа, а посему и сын ее Иоанн, племянником Господу. Быть может, мне неуместно разобрать имена матери Иоанна и самого Евангелиста. Мать, называемая Соломию, означает мирную, а Иоанн – благодать ее. Итак, пусть всякая душа знает, что мир с человеками и миром страстей души становится матерью божественной благодатью и порождает ее у нас. Ибо душе, возмущаемой и ведущей борьбу с прочими людьми и самой собой, неестественно удостоится божественной благодати. Нам представляется еще и одно дивное обстоятельство в этом Евангелии Иоанне. Именно, он один только, а матерей оказывается не в утрен. То есть это родная Соломия, Гром, ибо завеликий глаз Евангелия, он сын Громов, читаем у Марка 3 глава 17 стих, и Богородица, ибо сказано, в кавычке, все матерь твоя, Иоанна 19, 27. Теперь открывать Евангелие, значит, и начинаем, вот, немножко сказано было Евангелие с Иоанне, да, что он приходился к Господу племянником, да? От Иоанна, здесь можно узнать, да, Евангелие от Иоанна, первая глава, первый стих. Ну, сейчас мы почитаем сразу общее, а потом же толкование. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Теперь, значит, по частям, во имя Царь, Сына, Святаго Духа, Аминь. Вначале было Слово, там увидели, да? Да, значит, толкование блаженного Всесилахта на эти слова. Это ради немощи, слушателей, дабы мы, с самого начала услышав о Сыне, в вашей буквы, то есть Иисусе Христе, не помыслили о страстном и плотском рождении. Для того назвало Его Слово, в вашей буквы, чтобы ты знал, что как Слово рождается от ума бесстрастно, так и Он рождается от Отца бесстрастно. Еще назвал Его Словом, в вашей буквы, потому что Он возвестил нас о свойствах Отца, отца, в вашей буквы. Подобно, как и всякое Слово, объясняет настроение ума, а вместе для того, чтобы показать, что Он, в вашей буквы, совечен Отцом, то есть Бог Отцом. Ибо как нельзя сказать, что ум бывает иногда без Слова, так и Отец, и Бог, в вашей буквы, не был без Сына. И Он употребил это словосочетание потому, что много есть и иных Слов Божьих. Например, пророчества, заповеди, как сказано об ангелах. Например, Псалон 102, 20 стих, кавычки, крепкие силы, силы, исполняющие Слово Его, исполняющие, то есть суть повеления Его. Но, собственно, Слово, в вашей буквы, есть личное существо. Это мы читаем в Толковании. То есть, Слово с большой буквы, это имеется в виду Сам Господь Иисус Христос. Вот теперь далее там. И Слово было у Бога. Нашла? Покажи, чтобы поняла смысл, потому что это место очень сложно. И нужно ли было слово? Вот, это мы сейчас в Толковании. Теперь вот. То есть, И Слово было у Бога. Сейчас на это Толкование читаем. Что значит, И Слово было у Бога? Вот толкование на это. Опять, Блаженого Фефилат, как толкует? Это место сложное, поэтому нужно видеть эти слова в Евангелии. Здесь Евангелие еще яснее показывает, что Сын совечен Отцом. То есть, Сын, Слово с большой буквы, да? Отцу Бога Отцу. Дабы ты не подумал, что Отец был некогда без Сына. То есть, Бог Отец без Бога Сына Отца Иисуса Христа. Он говорит, да, что Слово было у Бога. Что значит предлог О? То есть, в недрах отеческих. Ибо предлог О ты должен понимать вместо предлога С. Как в ином месте он употреблен. Например, не брать ли Его и сестра Его в нас суть? В нас, то есть, с нами живут. Марка, 6 глава, 3 стих. Так и здесь. У Бога. У Бога. Что значит? Можно понимать, как был с Богом. Или вместе с Богом. Или в Его недрах. То есть, вот так вот это сложное место, да? Ибо невозможно, чтобы Бог когда-либо был без Слова, или при мудрости, или силы. То есть, Бог не бывает без силы, без при мудрости. Как бы так, да? Почему мы верим, что Сын, большая буква, так как Он есть Слово, при мудрости, силы Отца. То есть, Иисус Христос, Сын Божий, Он есть при мудрости, силы Бога Отца. 1 Коринфянам 1,24. То есть, Он всегда был у Бога. То есть, был современный и совместно с Отцом. И как же скажешь, Сын не после Отца. Научись от вещественного примера. То есть, сейчас здесь блаженовый эфилак дает пример сравнения, чтобы нам понять, как Сын Божий не может быть без Бога Отца.